Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим Фердинанда. Ребятки, кто из вас знаком с Федей? Я думаю, что Федю в бою встречали многие и многие катали этот танчик, а многие не катали. И здесь возникает вопрос, а чего стоит на нем кататься, насколько сложно на нем играть и насколько тяжело Светке средника после тяжа перепрыгнуть на ПТшку и пойти в сторону Яги Е100. Как я хотел бы отдельно отметить, это альтернативный путь к Яге. И я бы, честно говоря, всем советовал пройти именно альтернативным путем, а не прямым через Хедзера, Штуга, ГПЗ-4, господи, язык сломаешь, ну короче, через вот эту вот веточку. Я прошел вот так. А почему я прошел, скажу вам об этом в конце видоса. А пока давайте вернемся к Фердинанду. Итак, ребятки, Федя, что он собой представляет? По поводу бронирования скажу следующее. На одном из обзоров танчика премиумного я омолвился, когда пытался заценить орудие в отношении его возможности по пробитию, я выехал и попал на Фердинанда. И в обзоре омолвился словами о том, что ну да, конечно, это Федя, а против него особо не проверишь пробитие, потому что броня у него крайне мощная. Мне в комментариях написали по поводу того, что какая у него броня мощная, нет у него вообще никакой брони, это мальчик для битья. И ребятки, давайте рассудим эту ситуацию следующим образом. Я скажу сначала в отношении бортов и кормы. 80 мм, да, безусловно, мягкий, то безобразие, картонный, фугасы залетают на ура, короче говоря, грусть-тоска. И честно говоря, вот этот нижний бронелист 80 мм, и в него тоже все выцеливают, и в него тоже прилетает. А теперь, ребят, давайте поговорим о том, что вы видите перед собой, когда вы смотрите на этот танчик в прямой проекции. Вот здесь вот, ребята, ну просто для понимания, монолит в 200 мм брони с приведенкой будет 217. Просто прямо смотрите на танк. Вот здесь 200 мм брони тоже с приведенкой. Вот здесь, ребята, у нас тоже 200 мм брони. И знаете, что самое прикольное? Казалось бы, вот эти вот штуки можно выцеливать. Но здесь тоже, ребята, 200 мм брони, только приведенки уже 354. Ну и теперь скажите мне, пожалуйста, что в этом танке нет бронирования, если вы смотрите на него в прямую проекцию. Что бы хотелось еще добавить по поводу бронированности? Давайте откроем Мауса. Мы все его знаем как танчик, который заряжен броней. Давайте посмотрим, что он имеет. Мы имеем в себе в корпусе 200 мм брони. Ребят, еще по поводу бронированности у Феди вопросы есть. Но если вопросов нет, то тогда продолжаем. А у кого вопросы остались, напишите в комментариях. Я попробую на них ответить. Теперь давайте заценим орудие. Орудие мы будем заценивать с вами топовое, потому что в любом случае вам придется его открыть для того, чтобы выкачивать Ягдигера. И я вам скажу откровенно, мне Федя настолько понравился, что я открыл в нем и топовый двигатель, и топовые гусли. Но уж больно нравится мне эта машинка, я периодически ее выкатываю. По топовому орудию скажу следующее. Это танк 8 уровня, имеющий альфу в 460 единиц. 246 единиц, миллиметров точнее пробития. Время перезарядки в 10 секунд 2696. Будем округлять 2700 единиц ДПМ. У него есть время сведения в 3.8 и разброс в 0.321. Что это конкретно значит в самой игре, посмотрим непосредственно в самом замесе. Потому что сама цифра вроде бы нормальная. А вот насколько она играбельная, это вопрос уже совсем третий. Что же касается углов сведения. Вниз минус 8 и вверх 14. Вверх обсуждать не будем, а вот в минус 8 давайте обсудим. Ребят, с учетом того, что я сейчас сказал вам по бронированию данного танка. Представьте себе, что у вас есть еще возможность периодически отыграть от каких-то неровностей, от каких-то холмов и увеличивать свою приведенку здесь. Таким образом, в принципе, если вы найдете грамотное место, на котором встать и отбрасывать. Ребят, ну найдется крайне редкий танк на 8 или 9 левеле, который сможет пробить вас, если он будет видеть исключительно вот все, что находится выше вот этой линии, еще и в состоянии приведенки, когда вы опустите ствол на минус 8 вниз. А теперь давайте попробуем это все заценить непосредственно в замесе. Главное на нем не упарываться и находиться немножечко на расстоянии. Погнали в бой! Друзья мои, пока мы забрасываемся в бой, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео без подписки и делаете вы это с завидной регулярностью, это значит, что вам заходят мои видосы. Я очень рад тому, что вам нравится то, что я делаю, но буду вам очень благодарен, если вы оцените мои труды и старания, все мое затраченное время на то, чтобы отблагодарить меня всего одной секундой вашего времени, нажав на желтый шильдик в правом нижнем углу, вы подпишитесь на мой канал в один клик, чем сделаете мне просто огромное одолжение и скажете мне большое спасибо за мои труды и старания. Я вам буду заранее благодарен безумно. Итак, ребят, зацениваем подвижность. Машинка вполне спокойно перекатывается с места на место, можно менять позиции, можно куда-то подтягиваться. Короче говоря, по подвижности, как к ПТшке, вопросов нет. Да, безусловно, она как-то немножечко вяленько там разворачивается на месте, но в целом я бы сказал, что для конкретно ПТ этого, ну, более чем нормально. Теперь будем говорить откровенно по поводу того, насколько быстро или не быстро сводится орудие, ну и, соответственно, что оно может, это орудие. Ну вот сведение. Вроде бы циферка неплохая. Что касается по факту, я бы сказал, что безумно хотелось бы, чтобы сведение уменьшилось, ну, хотя бы на чуть-чуть, хотя бы на капельку на какую-нибудь. Тогда было бы куда приятней. А так в целом, ну, миримся с тем, что имеем. По точности орудия. Но я бы сказал, что особых вопросов нет. Если бы не пушка вот этого товарища, я бы сейчас отбросил ВЗ-шку, а так в итоге я только отхватил лишний шот в себя. Итак, по точности орудия, как вы видите, даже без полного сведения орудие кинуло туда, куда я целился. Насколько это аксиома, давайте сейчас посмотрим. Среди повреждения, максимальная скорость снижена. Ну, согласитесь, орудие точное, и по точности тогда вопросов танку задавать не будем. Ну вот, качество брони можете заценивать сейчас вместе со мной. Спасибо большое, дружище. Ты, честно говоря, там пушку подставлял в прицел, теперь башней прокатился мимо меня. Огромное тебе спасибо, ты просто-таки красавчик. Ладно, бой получается таким, каким он получается. Ну, и как я люблю говорить, из песни слов не выбросишь. Я уж даже не знаю, чего делать. В любом случае мы сделаем еще одну катку. Я имею в виду что? Что показать, ну, во всей красе Федю, которого я безумно люблю, меня почему-то в данном бою конкретно не получается. То меня кто-то перекрывает, то врагов оттесняют наши, я не успеваю за ними. Но, делаю все, что могу, для того, чтобы найти сейчас хоть кого-нибудь, для того, чтобы кинуть пару шотов. Вообще, по времени перезарядки, если вы находитесь где-нибудь на расстоянии, то время перезарядки, с учетом его брони лобовой, оно очень комфортное. Вот сейчас я попытаюсь отыграть вот эту вот ситуацию, о которой я говорил, что если вы найдете себе место, на котором можно будет встать и отыгрывать от УВНов, и, соответственно, дополнительную приведенку ставить, я сейчас даже отъезжать не буду. Вот вам, пожалуйста, не пробитие от Шкоды. Шкода семерка, вопросов нет. Но в любом случае, согласитесь, есть ряд ПТшек, которые будут вполне спокойно пробиваться, даже семерками. Ну, в общем, ребят, вот в такой вот проекции находясь, когда вы будете вот так стоять, вы будете просто принимать непробитие постоянно, но я бы даже гарантированно отметил от восьмерок. Может, не от всех, может, не всегда там будет непробитие, если будут, конечно, голду использовать, то, скорее всего, пробьют. Но в целом, ребят, мне танчик очень нравится. Он очень классный, он очень клёвый. Единственное, что надо просто понять, как его отыгрывать. И тогда вы будете просто такие, ну, не знаю, королём, не королём, но принцем на восьмом уровне вы будете однозначно. Давайте посмотрим на результативность данной машинки в первом бою. 3305 единиц урона и один фраг. Мы получили знак классности первой степени, если не ошибаюсь. Да, первуху получили. И 19 косарей серебра. Я не могу считать это там каким-то фармом, всё-таки это проходная машинка. Мы, соответственно, заняли первое место по урону. Выкатывать на данной машинке девятый уровень для вас будет абсолютно несложно. Выкатать на Фердинанде Ягдтигера не составит вам, ой, простите, Ягдтигра не составит вам абсолютно никакого труда. Поэтому, ребят, я бы вам рекомендовал обязательно воспользоваться возможностью пройти через эту ветку именно через Фердинанда. Вторая причина, по которой я хотел бы вам рекомендовать проходить эту ветку именно так, это потому что есть у меня видосик, который подскажет вам, каким образом можно выкатать три ветки, а именно Ягу, ВК-7201К и Мауса одновременно с минимальными затратами по времени, по силам и по нервам. Посмотрите это видео, только записывайтесь обязательно листом бумаги и ручкой, для того, чтобы записать ту схему, которую я там буду рассказывать. Ссылочка должна появиться сейчас здесь, ну и если нет, найдите видос у меня на канале. А на данный момент по Феде у меня всё. Федя остался у меня и является одним из моих любимчиков на восьмом уровне из проходных танчиков. Всех благ, всего хорошего, мирового и спокойствия.